Это программа «День с толком» в студии Елена Кузовкина. Приветствую всех, кто нас смотрит на телеканале и в Ютубе. И вот о чем расскажем в этом выпуске. Заболела голова, температура 37, кровотечение. Работники скорой помощи задыхаются от вызовов. Причем не всегда их помощь так необходима. 16 секунд на штурм здания. Коллеги не зря зовут ветер. Расскажем о достойном претенденте на краповый берет. В Барнаульском храме Анна Притечи, что в Нагорном парке, приступили к финальной стадии реконструкции, монтажу гобеленов. В региональном следкоме отрицают, что подозреваемый в убийстве участкового Владислава Неудахина признался в содеянном и даже объяснил свои мотивы как месть. В ведомстве заявили, что подозреваемый не общался ни с кем, кроме следователя. А тем временем подозреваемый взят под стражу. Это неоднократно судимый мужчина 57 лет, без определенного места жительства. По данным краевого следкома, 14 июля участковый отправился в Барнаульский поселок, чтобы вручить повестку этому мужчине, ранее судимому за убийство. Однако домой полицейский не вернулся. На следующий день его обожженное тело с колотым ранением шеи, а также его сожженное автомобиль обнаружили недалеко от поселка. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Посягательство на жизнь сотрудника». В отношении подозреваемого избраны меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием ведется сбор, закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается. Почти 30 вызовов за 24 часа. В таком темпе сегодня приходится работать скорой медицинской помощи. На плечах сотрудников огромная нагрузка. С одной стороны из-за третьей волны коронавируса, с другой – из-за людей, которые все чаще вызывают экстренную помощь, когда без нее можно было бы и обойтись. Тему продолжит Анара Шагирова. Сигналы о вызовах приходят и днем, и ночью. Но главная трудность диспетчера даже не в этом. На каждый адрес нужно отправить бригаду, которая едва успевает приехать с прошлого вызова. Ну вот вчера, за вчерашние сутки было 217 на нашу подстанцию. Это много? Ну это больше, чем обычно. В сутки почти под 30 вызовов. Получается на каждый меньше часа, даже если расстояние не близкое. На том конце провода может быть все, что угодно. От температуры в 37 до инсульта или кровотечения. И везде нужно успеть. Иначе в лучшем случае врачи и скорой ждут возмущения пациентов. В худшем – летальный исход больного. Подстанция должна выдавать 11 бригад. Но, к сожалению, сейчас у нас наблюдается дефицит кадров. Мы не всегда можем выдать 11 бригад. Выдаем на одну, две, а иной раз на три бригады меньше. Снова вызов. На этот раз больной коронавирусом. О прелестях защитного костюма, в которые так ловко перевоплощаются врачи, мы уже говорить не будем. Зато пациент, который требует госпитализации, решил собирать вещи в больницу целых 40 минут. За это время скорая могла бы, например, спасти еще одну жизнь. Но вынуждена ждать. И такая история повторяется из раза в раз. По дороге встречаем еще две машины скорой помощи. И в них больные, которые тоже направляются в госпиталь. После каждого такого вызова машина обрабатывается, врачи снимают костюмы, под которыми мокрые головы и спины. Просто смены пролетают. Знаете, утром приходишь, вечером уходишь. Нагрузка очень сильная. И устаешь очень сильно. Если работники поликлиники ставят диагнозы после обследований и анализов, то эти врачи должны быстро и буквально на глаз понять, какая помощь нужна. Поэтому желающих работать в скорой мало. Оттуда и дефицит кадров. Не каждый выдержит и непонимание общества. Ведь многим кажется, если врачей долго нет, то они чуть ли не за углом пьют кофе. Смешно, но это реальные претензии горожан, говорят врачи. В то же время, пока на одном конце города кто-то страдает от занозы или просто хочет уйти на больничный, в другом жизненно необходимой помощи не дожидаются. Сигнальный вызов. Очень часто, особенно в вечернее время. Утром надо идти на работу, а человек день провел весело и бурно. Ему нужен сигнальный, что спина болит или давление подходит. Хотя он и не является освобождением от работы. А где-то в это время случилось автодорожное или еще что-то. Медики говорят, горожане зачастую даже не знают, где находится их районная поликлиника. Тогда как многие недуги может вылечить именно участковый врач. Поэтому еще раз напоминает, 103 – телефон экстренной помощи, а температура чуть выше 37 – несмертельна. Анна Рашагирова, Андрей Печоркин. День с толком. А между тем, в Алтайском крае появится мемориал мужества, отваги и профессионализма медработников. Так, в регионе намерены отдать должное нелегкому труду врачей, медсестер и других сотрудников, которые борются с болезнями и инфекциями. Мемориалы установят около учебного корпуса АГМУ на улице Попанинцев в ВУЗ и курируют проект. Это очень значимо для всего здравоохранения края, а для университета это особенно почетно, ответственно, мы это понимаем. Но здесь могут проходить все события, все значимые мероприятия, связанные с медициной. Это не только врачи, это и средние медработники, и лаборанты, и фармацевты, и провизоры. То есть все то, что связано с оказанием помощи, скажем так, населению. Ведь наша задача основная – это народосбережение. Сопровождает проект известный алтайский скульптор, член Сизо-художников России Михаил Кульгачев. До сентября должен появиться эскиз памятника. Не исключено, что его окончательную версию будут выбирать в профессиональном сообществе. Медицинская палата края уже открыла счет для сбора средств на возведение монумента. Его планируют создать на пожертвования, но, возможно, и привлечение иных источников финансирования, в том числе по госпрограммам. Кстати, как привлечь в сферу медицины новые кадры? Очень больной вопрос. Краю не хватает двух с половиной тысяч медработников. Особенно остро дефицит встал в пандемию. Но в некоторых учреждениях к выпускникам нашли подход. 23 молодых специалиста за три года. Почти рекорд для алтайской медицины. В Центре охраны материнства и детства, пожалуй, знают, как удержать студентов-практикантов. В первую очередь появляется все новое оборудование. То есть проходят... Также наши кафедры от нашего университета находятся на базе этой больницы в большей степени. Тут представлены ведущие специалисты в области медицины по Алтайскому краю. И здесь можно набраться опыта, поскольку представлено большое разнообразие отделений. Четверокурсник Кирилл Егоров, будущий педиатр, здесь своим наставником выбрал врача ЛФК Олега Скобина. Мы готовы давать все свои знания, передавать, потому что надо кому-то передавать, то есть все. Но при этом у нас приходит Кирилл, вот такие ребята. Мы стараемся им дать все, что мы знаем, все свои умения, свою практику. К сожалению, такая ситуация не везде. Так, недавно в социальных сетях обратили внимание на целый список вакансий в Бурлинской ЦРБ. Требуется педиатр, акушер, стоматолог, хирург. Всего 8 открытых позиций. По состоянию на апрель сфера медицина нуждается в 2,5 тысячах сотрудников. А сейчас ситуацию обостряет и коронавирус, когда экстренно перебрасывают кадры из одного учреждения в другое. По словам министра здравоохранения Дмитрия Попова, особенно не хватает реаниматологов и медсестер. Поэтому к подбору новых специалистов относятся внимательно. Если человек немножечко задумался о выборе дальнейшей профессии, либо остаться в нашем учреждении, то с ним индивидуально ведется диалог. Предлагаем первонаперво с ним провести беседу, что его устраивает, что не устраивает. Потому что коллектив очень дружелюбный у нас, очень адекватные все сотрудники. И поэтому, если на данный момент молодой специалист в чем-то засомневался, заинтересовался, мы должны направить его в нужное русло, помочь ему. Кстати, врачи говорят, что с приходом коронавируса выбор будущих медиков становится более осознанным. Будучи студентами, многие уже прошли красную зону, развеяли первые иллюзии, но не потеряли интерес. А за два последних года в медуниверситете только вырос поток желающих. Дмитрий Дроздов, Данил Захаров. День с толком. К другим темам Виктор Томенко поручил министру образования более внимательно изучить ситуацию с предоставлением школьных мест для барнаульских первоклассников. Этот вопрос рассмотрели на совещании в краевом правительстве. Пока я вижу большое возмущение, большое возмущение и отсутствие внятной позиции со стороны и городских властей, и министерства образования. Я вижу, что большая часть, так сказать, первоначально возникших вопросов снята, но надо поставить точку в этом вопросе. Все должны, значит, ребятишки в Барнауле пойти в первый класс, пойти в оптимально, так сказать, размещенные школы. Напомним, что почти четыре сотни детей не смогли попасть в школы по месту жительства. По информации Минобра, в Барнауле в этом году в первый класс пойдут 9,5 тысяч детей. Для них подготовлено почти 10 тысяч вакантных мест, но часть из них не по месту жительства. Вопрос должны урегулировать в ближайшее время. Пробежать 5 километров за 4 минуты и преодолеть марш-бросок. В сентябре спецназовца Михаила Семенова ждут физические и психологические испытания. Все ради того, чтобы носить краповый берет. Последний раз алтайским сотрудникам его вручали 16 лет назад. Но Михаил уверен, он справится. В этом уверена и Валентина Аскерова, которая побывала на его тренировке. А это пресс должен работать? Это всякую помощь. Плюс баланс тела. Ноги скользят, тело не слушается, колени дрожат. Высотная подготовка не для новичка. А для спецназовца Михаила Семенова обезвредить противника в воздухе – обычная зарядка. 16 секунд на штурм здания. Коллеги давно его зовут «Ветер». Давняя история. Еще я только переводился в отдел. Я жил на остановке парка «Солнечный ветер». И когда мне говорили, Миша, куда тебе довезти, я говорю, парк «Солнечный ветер». Потом просто «Солнечный ветер» так и прилипло. Вот коллеги говорят, что очень быстрый. Стараюсь соответствовать. Осужденные подняли бунт, захватили заложников и потребовали выкуп – стандартный мятеж в колонии. Бойцы легиона молниеносно захватывают преступников. В отделении 8 бойцов. Михаил, пожалуй, самый быстрый и выносливый. В прошлом году о нем уже говорили в СМИ. Он пробежал 100-километровый марафон меньше, чем за 9 часов. Вообще с детства хотел быть врачом. Даже первое образование имею медицинское. Но потом сложилась так судьба, что я попал в УФСИН, в учреждение, лечебно-исправительное учреждение номер один. И оттуда меня уже пригласили в спецназ. Спецназ – это не просто груда мышц, это в первую очередь интеллект. Это интеллект, который способен применить физическую силу и огнестрельное оружие тогда, когда это нужно. А в сентябре Михаила ждет новое испытание на право ношения крапового берета. Рукавашный бой – 5 километров за 4,5 минуты марш-бросок. Когда в 20-килограммовом амбудировании бегут по грязи и болоту, оберегая оружие от влаги. Иначе контрольный выстрел не сделать. Первая очередная задача – это сдать на краповый берет, на право ношения. А там поступят дальнейшие цели, дальнейшие задачи. Будем стремиться уже к ним. А вы сдадите? Уверены в себе, в своих силах? Да. Помешать Михаилу может только пандемия, как случилось год назад. Боец уверен, что в этот раз он все же наденет краповый берет. И станет еще большим примером для сына, который уже мечтает быть похожим на своего смелого и уверенного отца. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. День с толком. Сегодня о мусульмане всего мира отмечают Курбан-Байрам – священный праздник очищения и обновления. Правда, в этом году он потерял весь масштаб. И вместо 5000 человек, как это было ежегодно, в соборную мечеть Барнаула пришло несколько десятков прихожан. Празднику помешала третья волна пандемии. Да, здоровье людей, жизнь людей дороже всего. Да, когда касается жизни и здоровья людей, это уже на эти вещи не смотрится. Каждый человек может дома провести молитву, совершить молитву. А также Курбан и так делается на мечети. Всего на Алтае живет около 30 тысяч мусульман, половина из них в Барнауле. В этом году Курбан-Байрам выпал на 20 июля, однако отмечать его начали вечером 19 числа, поскольку в исламском календаре день начинается с заходом солнца. Празднование продлится несколько дней и в этот раз преимущественно в семьях. Рекордное количество святых на квадратный метр в Барнаульском храме Иоанна Предтечи приступили к финальной стадии реконструкции – монтажу гобеленов с ликами святых. Подробнее расскажет Маргарита Гартунг. Трепетный момент. Лики святых одним за одним постепенно заполняют храмы Иоанна Предтечи. Прежде чем попасть сюда, холсты проделали немалый путь. Машинами и самолетами их перевозили из Москвы. Столичные художники целый год создавали гобелены для Барнаульского храма. Есть особенность данного храма в том, что мы собрали, возможно, рекордное количество святых. Святых разных. У нас будут представлены святые Северной Америки, представлены святые Западной Европы, например, французские святые, римские. Это еще первых веков христианская церковь была едина. Из холстов вырезают икону и клеят на подготовленный участок стены. Гобелены закроют 450 метров, а общая площадь под рисунками будет 600 метров. Это финал масштабной реконструкции. Храм Иоанна Предтечи появился в конце 18 века и служил местом упокоения барнаульцев. В 1930-х годах храм снесли. Воссоздавать его начали лишь в 2014. Эти работы должны приблизить облик храма к первоначальному. Внешне он полностью соответствует той копии древолюционной, но внутренне уже, конечно, гораздо он красивее, нежели был до революции. Потому что до революции это был простой кладбищенский храм, но отныне это приход. И хотя сейчас храм выглядит скорее как строительная площадка, здесь проходят службы и крещения. Сюда даже ждут на венчание. Святые мученики Татьяна, мученица Александра и мученица Евгения. То есть это вообще покровители брака, семейной жизни. Рассчитываем, что люди в том числе будут приходить сюда и обряд венчания. Здесь уверены, что обновленный храм объединит верующих всей Сибири, так как на стенах будут уникальные иконы и гобелены святых из Иркутской, Томской и Омской областей. Объект пережил полную реконструкцию Нагорного парка и локдаун. Ждать осталось недолго. Рабочие будут стараться завершить процесс ко дню города. Маргарита Гартунг, Данил Захаров. День с толком. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит, и не только по телевизору. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки и участвуйте в обсуждениях. Ну а через несколько секунд по традиции о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи!